К началу монтажа этого фильма я был во Франции три раза. В 2000 году это был тур в Париж и долину Луары, в 2009 году гранд тур по Франции, которому и посвящен этот фильм, а в 2010 году тур на французскую Ривьеру. Все перечисленные поездки в составе туристических групп. Вылетели из Тель-Авива около трех часов дня и приземлились в Париже около семи по местному времени. Выезжая из аэропорта Шарль-де-Голь, видим Конкорд на вечной стоянке. Проезжаем новую библиотеку, здание в виде четырех развернутых книг. Нас повезли не в гостиницу и на экскурсию по вечернему Парижу. Площадь Бастилии с юльской колонной. В начале на месте этой колонны стояла модель слона, в которой, согласно роману Дюма Отверженная, жил Гаврош. Модель слона так и не заменили предусмотренным еще Бонапартом фонтаном со слоном. А в 1840 году на этом месте была открыта колонна в память о юльской революции 1830 года. Колонна в народе вначале была прозвана Иудейской. Возможно, потому что на ней стоит гений свободы с шестиконечной звездой на голове. За юльской колонной видно огромное здание оперы Бастилии, построенное к 200-летию взятия Бастилии по заказу президента-социалиста Франсуами Тирана с тем, чтобы нести культуру в массы. Благодаря огромному для оперы числу мест, а их 2700, билеты на представление на ее сцене стоят недорого, а на спектакль можно явиться в джинсах, так как дресс-код для посетителей отсутствует. Старейшая в Париже – Иезуитская церковь святого Павла и святого Людовика. Субботник – Иезуитская церковь СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Речь идет о торговом центре, мимо которого мы сейчас проезжаем. Парижская мэрия, на фоне которой я фотографировался 10 лет тому назад. Хорошо. Мы с вами переезжаем в Сену и попадаем на остров Ситы. То место, откуда когда-то начинался Париж. Вроде бы именно на этом острове когда-то жил кельтское племя Паризи. Вашня святого Якова, который... Проезжаем мимо собора Парижской Богоматери. ...бога французской революции был взводарем человек по имени Квей. Теперь мы переехали с вами в остров Ситы, попадаем уже на левый берег, на улицу Сен-Жак. Одна из самых старых, может быть, даже самая старая улица Парижа. Улица Святого Якова. И попали мы с вами в латинский квартал. Вы, наверное, знаете, что латинский квартал называется из-за того, что здесь когда-то был студенческий район. Он и сейчас тоже остается в попавом студенческим. Здание справа от нас – это церковь Святого Северина 14 века. Церковь Святого Северина справа, как сказал наш гид. А я сижу слева по ходу автобуса. Следовательно, я ее не вижу. Но горд тем, что проехал возле нее. Пантеон. Здание отстроилось когда-то как церковь, церковь Святой Женевьевы. Архитектор Жак Жермен Суфло. Обижаем пантеон. Кстати, сохранения тут, как вы дано знаете, продолжаются и сегодня. Периодически какого-нибудь очередного великого француза. Останки его мы только что видели. Вы задавались когда-нибудь с вопросом, почему пантеон очень напоминает Исаакиевский собор в Петербурге? Вспомните, кто был архитектором Исаакиевского собора? Люксембургский. Монферран. Монферран был учеником Суфло. Вдохновлялся, естественно, шедевром своего учителя. Люксембургский сад. Самый старый, самый любимый сад парижан. ПЕСНЯ Первая наша остановка во время экспресс-экскурсии по Парижу возле Люксембургского сада. Уже девять вечера и в сад не пускают. ПЕСНЯ В шляпе наш израильский гид Леонид Вайсфельд. Он хорошо знает Францию и многое интересно рассказывает. Ещё одно место, где мы походили ножками. Этот район связан с романом Дюма «Три мушкетёра». В этом районе жил молодой Амидео Модильяни. Весной 1910 года Модильяни познакомился с молодой русской поэтессой Анной Ахматовой. Их романтическое увлечение друг другом продлилось до августа 1911 года. Модильяни создал 16 рисунков портретов Анны Ахматовой. Площадь имени Махди бен Барка, политического деятеля Марокко, был в оппозиции королю Марокко Хасану II. В 1965 году был похищен в Париже и убит. Пишут о причастности к этому теракту Израиля. Марокко признало государство Израиль. В 1965 году король Марокко Хасан II обратился к директору Моссада Мэйру Амиду помочь захватить в Европе Махди бен Барку. Амид помог выманить бен Барку из Женевы в Париж, где он и попал к марокканским спецслужбам. Причастность Моссада к похищению бен Барки вызвала гнев Шарля де Голля и существенно сказалась на израильско-французских отношениях. А это, насколько я понимаю, Сен-Джермен-де-Пре, Бенедиктинское аббатство, самое старое аббатство Парижа. Здесь захоронение Декарта, того самого, который сказал, мыслю, следовательно, существую. Теперь мы на площади Квебек. Тут фонтан под названием «Ледоход на реке Святого Лаврентия», которая в Канаде. Едем по бульвару Сен-Джермен. В более современном издании существует это кафе, ставшее рестораном еще с тех далеких времен. Вот это просто было первое такое вот литературное, что ли, кафе Парижа. Именно оттуда вроде бы пошла традиция парижская писать всякие литературные произведения, сидя в кафе. Кажется, речь идет о кафе Прокоп. Это заведение считается старейшим рестораном в Париже, основан 1686 году, находится в латинском квартале. Это излюбленное место встреч писателей и деятелей искусства, начиная с эпохи просвещения. Проехали площадь Согласия с египетским обелиском. Ресторан Максим Церковь Святой Марии Магдалины Вандомская площадь В центре площади Вандомская колонна. Здесь же отель Риц, из которого вышли принцесса Диана и ее друг Доди Аль-Хайет перед их гибелью в автокатастрофе. Проехали по бульвару Капуцинок, а не Капуцинов, как слышим в названии советского фильма о проклятом Западе под названием «Человек с бульвара Капуцинов». Комедий францесс, единственный во Франции репертуарный театр, финансируемый правительством. Основан в 1680 году декретом короля солнца Людовика XIV. Опера построена архитектором Гарние. Потолок ее зрительного зала расписан шагалом. Вышли на Елисейских полях. В этом здании на Елисейских полях находится кафе «Фукэ». Здесь бывали многочисленные знаменитости, прежде всего кинематографические, о чем свидетельствуют памятные надписи по обе стороны от ковровой дорожки, ведущей к входу в кафе. Подошли к триумфальной арке. Хорошо видно, что мостовые мокрые. Дело в том, что некоторое время назад внезапно налетел врагат, ломавший ветки деревьев, и пошел проливной дождь с градом, размером в грецкий орех. Мы в это время были в автобусе. Я был так огорчен назревающим срывом экскурсий, что даже не снял это природное явление. Но к моему удовлетворению, ураган и сильный дождь продолжались всего около 10 минут. Затем поехали к площади Тракадера, напротив Эйфелевой башни. Прошли на площадку, с которой видна освещенная Эйфелева башня. Каждый час, в темное время, на арке зажигаются мерцающие гирлянды. Это удовольствие можно наблюдать около 5 минут. Остальное время – стационарное освещение. Снимали с площадки у дворца Шайо, построенного к Всемирной выставке 1937 года, на месте дворца Тракадера, построенного также к Всемирной выставке, но 1878 года. Поворачивающиеся лучи прожекторов. После этого около полуночи нас доставили в гостиницу. Субтитры создавал DimaTorzok